Тут наметнее, один усатый пресс-секретарь как у нас говорят пецлидного суда в солнечном нидерландском городе Гаага, и пока параллельно главой территории которую мы часто называем Залесье, заявил что Дейско Черное море никогда не станет морем НАТО. Заявил он это в ответ на заявление украинского министра иностранных дел Кулеба о том что нужно демилитаризировать Черное море и одновременно сделать его морем НАТО, на что представитель Кремля сказал что Черному морю никогда не бывать морем НАТО это общее море, о чем тут же сообщили не имеющие аналогов в мире государственные СМИ. И нас если честно повеселил этот выпад, или как говорил классик вы кто такие и так далее. Потому что Залесье со своим черноморским флотом на данный момент времени не в том положении чтобы предъявлять вообще какие-либо претензии или условия кому-либо по Черному морю. Если кто не в курсе, то Солнечная Турция сейчас обладает по словам самих же депутатов не имеющий аналогов в мире думай флотом в 5 раз более мощным чем не имеющий аналогов в мире флот. Правда, у Турции до недавнего времени были проблемы с дальнобойными противокорабельными ракетами, но турки уже это успешно решили силами своего ВПК. А еще есть усиленно вооружающийся и укомплектовывающийся флот Солнечной и Братской Украине и Румынии, поэтому никто не будет спрашивать какую-то там страну с парой десятков устаревших, но по какой-то неизвестной причине все еще плавающих ведер с болтами и гайками. И это мы ребята молчим о заказанных Украиной и той же Турции шести современных ракетных корветах типа Ада, и еще куче кораблей которые Украине передают такие солнечные страны как Британия и Дания. Так что нужно еще как говорил другой классик посмотреть чьим если можно это так назвать будет в ближайшей перспективе Черное море. Поэтому, как говорят иногда лучше жевать чем что-нибудь говорить или даешь много кораблей НАТО на черноморские голубые просторы. И друзья, как многие уже наверное догадались мы много времени находимся в поездках. А для того чтобы делать наши такие необходимые человечеству и вообще ходу мировой истории выпуски нам нужно довольно мощное мобильное устройство для видеоредактирования. Поэтому мы обзавелись аккаунтом кофе для доната где собираем нас самый дешманский ноутбук для работы. Поэтому милости просим для тех кому интересно как и на наш патреон и спонсорство. Там всего один доллар и будет вам как говорят счастье и осознание причастности к великому. Поэтому, как всегда не забываем подписываться под роликом на все что нужно и помогаем каналу стать больше. Для этого, жмем на все кнопки и будет вам как говорил классик плюсик в карму.